25 января вся Россия отмечает сразу два праздника. Это, конечно же, День студента, или как его еще называют, Татьянин день. Но какая связь между этими двумя совершенно разными, как кажется на первый взгляд, датами? Причем тут святая Татьяна и День студента. Ну, Татьянин день, я знаю, это более, ну, что-то православное. Сегодня по телевизору, кстати, показывали. А День студента, без понятия. Ну, может быть, Татьяна это, ну, одна из создателей, но вряд ли. Ну, просто, может, совпал праздник. Татьяна день же это вроде какой-то мученицы православной, Татьяна. И просто совпал со студенческим днем, и, ну, никаких не имеет он сходств. Просто, ну, два праздника в один день. Нет, ну, я могу только предположить, что, возможно, Татьяна была... Как-то она внесла этот праздник, какая-нибудь, допустим, известная личность, и поэтому Татьянин день, День студента. Дело в том, что императрица Елизавета Петровна в 1755 году подписала указ об учреждении Московского государственного университета. И вот с того дня этот день, именно 25 января, по старому стилю, это 12 января, он стал отмечаться как день рождения университета. Но позднее уже в наше время этот день, 25 января, стал днем студенчества. И вот мы отмечаем его как день студенчества, и Татьянин день заодно. Но, согласно преданиям, Татьяна – великомужница, которая пострадала во имя Иисуса Христа. Она жила еще в третьем веке нашей эры в Риме. Казнили несчастную 12 января. По новому же стилю это и есть 25 число. Исторически так сложилось, что как раз тот самый Татьянин день в далеком 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее как и праздник всего российского студенчества. Студенческое братье как устраивало широкие гуляния более 100 лет назад, так и в настоящее время, 25 января, бурно и весело отмечается по всей России. Сегодня пойдем вместе с группой на студенческую вечеринку. Это очень насыщенно. Сначала у нас в университете проходило мероприятие, мы устраивали конкурсы для студентов, а сейчас мы организуем БМКВС. Мы сегодня будем отдыхать и отмечать удачную сдачу экзаменов. Планы на вечер, да, есть. Мы идем в Патрис, 21.00. Сходить в кафе, погулять, ответить. Кстати говоря, это особая дата как для всех Татьян, так и для всех студентов. Сегодня первые отмечают именины, а для вторых это не только повод отвлечься от наук и окунуться в веселье, но и возможность привлечь себе хорошие оценки в зачетку с помощью специальных ритуалов и заговоров. Согласно поверьям, в этот день ни в коем случае нельзя учиться и даже заглядывать в конспекты. 25 января нужно вообще забыть о занятиях, только отдых и веселье, чтобы учеба была не в тягость, а в радость. Интересно, верят ли нынче студенты в подобное? Верю, конечно, да. Ну, например, в окно, кричать, полночь, халява, приди. Ну, в это пример-то я верю. Вообще, наверное, нет, но я верю в дело случая. Главное оказаться вовремя в нужном месте, тогда все получится, все будет нормально. Можно сделать вывод, что большинство молодежи только догадывается, как связаны эти два известных праздника. А все потому, что студенты никогда не упустят свой шанс отдохнуть от долгого и нудного учебного процесса. А согласно народной мудрости, от бесконечного торжества их отвлекает лишь в период сессии. Но кто не был студентом, тому не понять. Маргарита Улыбка, Анапа Лайф.